Будет лет? Десять. Семьдесят. Определить точный возраст дерева – одно из самых непростых заданий областного конкурса школьных лесничеств, который прошёл в Новоскольском районе. Куда проще измерить высоту ствола. В помощь специальный прибор-растомер. Нужно отойти от измеряемого дерева на 20 метров, а дальше всё просто. Там не видно высоту дерева. Её сравниваешь до нуля, и потом аккуратно поднимаешь вверх до конца дерева. И измеряется высота, и прибавляешь плюс свой рост. Школьные лесничества есть в каждом районе области. Ребята ведут исследовательскую работу, есть на их счету и реальная помощь лесу. В течение года мы выезжаем со своим лесничеством из леса, огораживаем муравейники, помогаем, питомники строим. У нас есть питомник. Школьное лесничество работает по многолетним программам. Изучают специальности для лесничества, лесопатология, лесотоксация и проводят практические работы. В каждом лесничестве имеется лесопитомник, в котором ведётся разведение лесных пород. На конкурсе ребята показали всё, чему научились. Одно из заданий – посадить сеянцы лесных культур с помощью специальной узкой лопаты – меча Колесова. А в эстафете лесные следопыты школьникам надо было потушить условный пожар так называемым ранцевым лесным огнетушителем. Весь должен быть не спин, чтобы костёр не распространялся раньше. Каждого молодого человека, который проявляет заинтересованность к лесным делам, мы стараемся не упускать из виду, а в дальнейшем направить его в учебное заведение или здесь, в экологической направленности, или в Воронежский лесотехнический институт, Хриновской лесной колледж. Победители и призёры представят наш регион на всероссийском слёте школьных лесничеств. В этом году он пройдёт в Бахчисарайском районе Республики Крым с 28 июня по 6 июля.